Всем доброе утро. На работу, как на праздник. Разминулись. В машине вчера сестры сидели сзади, там они мне понаводили, и этот весь сломали мне в чарли поводок. Господи, волосы в чарли. Будылку там разбили, но пластиковую. Неужели не видят, что под ногами что-то есть, и вот видят же, и топчут, и топчут. У нас, смотрите, праздники в нашей деревне-городке. Начинаются праздники, так что 6 числа поедем на праздник здесь. Местная ромерия будет. Какая-то святая. У меня уже есть клиентка на 10. Американка. Поздновато приехала. Там что-то дорогу делают внизу, поэтому стояла в пробке минут 5-10, наверное. Ну нет, она еще не пришла. Мне нужно переодеться же сначала. В общем, вот так. Рабочая неделя опять начинается. Начало-мачало, начнем все сначала. Немножко всего тут купила. Совсем немножко. Яйца, 3 яблока, 2 апельсина, молоко, чучи, чарли. И все. А, и консервы. Я сегодня в платье. Так, в парке. Платьишки. Белое, яблоко. Так, и консерву взяла вот такую. Сардины. А лимон. Сейчас кое-что приготовлю и вам покажу, что там и как. Серги новые надела. Они, мне кажется, к этому платью очень даже подходят. Как вы считаете? А еще карандаш откупила для бравлей. Вы знаете? Из Меркадона карандаш для бравлей. Самый суперский. Правда-правда. Сардино. Ходила и в Сифора, и как там она называется. И где только не была. Вчера в Примор ходила. Фигня на постном масле. Меркадоновская форела. Моя машина одна стоит. Смотрите, как я говорила, уже время такое обеденное. Все в школе. В школе. А здесь вот, наверное, только те, у кого нет детей. Фу, сигареты не пахнут. Титя, какой сладкий. Титя, какой сладкий. Смотрите, как у меня углаздано. Это все Чарли гавкает на людей. Да, я тебе мама-тюти купила. Мама-тюти мучи. Блин, коляску хотела там оставить. Чу-чу-чу-чу. Вкусняшку хочешь, да? Сейчас тебе дам. Смотри, мама-тюти купила. Мама какую-то новую купила. Смотри, новую. Конечно, это гадость, но, не знаю, будет он ее, не будет. Вот так. Он знает, что я сейчас ухожу. И если я куда-то иду, он ее есть не будет. Сейчас посмотрим, съест, не съест. Тележку отнесу. А вы тележку отвозите назад или бросаете ее? Я отвожу. Потому что я боюсь, что на меня кто-то обратит внимание. Неплохо посмотрит. Поэтому всегда отвожу. Увидят, скажут, вот какая свинья. Не отвезла тележку назад. Детей увидел, что иду и ест свою чу-чу. Чу-чу понравилось? Что-то, по-моему, не очень. У меня еще такой привередливый, что вкусно пахнет. Ешь. Смотрите, какой у меня умный Чарли. Целую сам не берет. Видите? Видите, какой умный. Ждет, когда я ему дам. Бери. Ну, такой сладкий, ну, такой умный. Я прям умираю над ним. Пойду кушать, готовить. Уже так поздно, что у меня желудок весь вот так. Заварила чай с чабрецом. Ой, ложка. Смотрите, какая вкусняшка. Пускай заваривается. А это у меня запеканка из цветной капусты. Здесь, значит, отварила 5 минут капусту цветную. И сделала заливку, которая состояла из двух йогуртов по 125 грамм. Два яйца и зелень. Ну, и посолила по вкусу. Сверху посыпала сыром. Вкусно или нет, не знаю. Я как-то раз делала что-то наподобие. Мне кажется, будет вкусно. И вот такая баночка сардин. Ну, она малюсенькая такая. Там 5 штук. Маленьких рыбок. Так что всем приятного аппетита. А потом в чаек буду пить. В общем, чем я сейчас буду заниматься. Вспомнила. Собирала сумку в спортзал и вспомнила. Телек выключаем. В общем, у меня вот такие штаны есть. Они мне, как всегда, в талии большие. То есть, попа у меня нормальная. Но талия как бы узкая талия, скажем так. И у меня все штаны там сзади. То есть, вот в этой части как бы свободно там. Я хочу сюда пришить вот так резинку. Это я в Одноклассника в Фейсбуке видела. Ой, смотрите. Кармашек такой. А там нет кармашека. В общем, и резинку вот так пришить. Чтобы у меня вот так вот все сбиралось. Подруга там мне пишет. И вот решила заняться этим сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. В общем, вот так все это получается. Конечно, тут сверху будет какая-нибудь майка или что-то. Видите, сколько много было всего. Теперь вот так. А тут они мне нормальные. Видите? А вот тут прям было только много. И они мне сваливались. Так что вот так подремонтировала немного. Что-то Чарли сегодня разбушевался. Там игрушка. Тут все разбросаны. Ты что мне тут все разбросал? И хугете? Нондеста хугете? Нондеста хугете? Трэ хугете? Трэ? Сам не знает, какую выбрать. Трэ хугете? Нондеста хугете? Трэ? Да, скажи. Как я тебе его принесу, если я не знаю даже, какую мне надо игрушку. Твою дивизию, а? Бабка какая-то звонит своей дочери. Кэно я мама, пофаво кэно бива кису и ха? Часто прикол. Я ведь и матом могу послать. Отсюда не видно. Полиция ездит. Что за прикол? Что это? Это, знаете, наверное, нажал кто-то и она осталась нажатой. Я так понимаю, кнопка. Ну, сейчас, когда в спортзал пойду, отожму. Вот так. А то этого бабка какая-то звонит. Абре, открой. Я говорю, кому? Ты кто? Ай, дочке звоню. Я говорю, нету здесь никакой дочки. Через 2 минут опять. Абре. Думала, это она опять. Хотела ей уже открыть. Мне уже почти пора выходить. Ой, блин. Ай, ноги, ноги, руки застряли. Я стул прячу так, чтобы он не стоял тут. Что ему тут стоять, правильно? Вот. Пока пускай висит так домофон. Мы уже в парке. Пораньше сегодня вышла. Потому что хочу пойти купить краску для волос. Точнее, обеспечивающий порошок. Потому что на работе хотела принести, с работы принести. А глянула, у меня там не так уж и много. Поэтому приду, сейчас пойду покупать. Как всегда, голубей гоняет. Там люди сидят. Вот. Пойду сейчас куплю. А дело в том, что у нас здесь же сиеста. С 2 до полшестого-то все закрыто. А в 6 мне уже нужно будет быть в спортзале. Ну, как нужно? У меня занятия полседьмого начинаются. Я в 6 прихожу. Там на дорожке хожу. В общем, хотелось бы в 6 попасть. А времени у нас сейчас... В очках ни хрена не вижу. 10 минут. Ну, нормально. Пока погуляю сейчас с ним. Пока дойду до магазина. Как раз будет. И потом еще надо быстренько минут за 15 добежать до дома. А мы успеем. Все у нас получится. Пока вот идти никого нет. Времени рано. В 5-6 час. И все еще дома сидят. Аплодисменты. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Подписываемся все дружно, ставим лайки и ждем завтрашнего дня. Что же там за цвет? Я прям так пришла к нему, ну, к продавцу. Там парень, нет, мужчина. Я говорю, покажи мне... А он мне, когда раньше... Ну, у меня все время фантазия хорошо бурлит. Поэтому я могу покраситься хоть в какой цвет. Хоть в какой. Я говорю, достань мне что-нибудь такое для меня. Он мне достал карту. Я там посмотрела. Конечно, цветов у него не очень было, как он говорил. Он типа можно смешать. Там розовый ягурник. Я своими красками намешаю. В общем, выбрала цвет. Сейчас я хочу разобрать вот эту сумку пляжную. Это. Спортивную, скажем так. И надо что-то думать с едой на завтра. Я уже голову все сломала. А еще я мимо шла. Мимо чего? С Чарлика догуляла. Ну, я еще купила лак для работы. Вот такой. Таким я пользуюсь. От Шварцкоп. Еще купила... Ой, сейчас. Это. Воск серого. Вот такой воск. Ну, в мою эту. У меня заканчивается. У меня не заканчивается. Ну, да, заканчивается. И мимо фруктового шла. Картошки. Не картошки у меня нет. Картошки, не картошки. Мимо фруктового взяла. Картошечки. Тут, наверное, не знаю. Килограмм два. И, естественно, манго. Это-то еще дубовое. Ой, я сейчас апельсин сожру. Думаю, что же мне сожрать? Апельсин. И это еще дубовое. А я к нему подошла. Он меня знает. Но меня трудно не заметить. И такой говорит, тебе спелое надо. Я говорю, да. Там марокканский магазин. Марокканец продает. И вот он мне выбрал. Такие пол. Видите, уже мягкие прям. Вот этот прям что-то даже отбитый, что ли. В общем, вот этот надо завтра сожрать. И вот они что-то тоже дешевые. Апельсин. Сейчас съем апельсин. Пойду смывать голову. И красится красивый цвет. Не знаю, правда, красивый он выйдет или некрасивый. Но так как все это смывается буквально через неделю. Поэтому я вообще даже не переживаю. Я вообще из-за цвета волос не переживаю. Из-за здоровья волос я тоже не переживаю. Мне по барабану здоровый у меня волос или нездоровый. Почему? Да потому что я его все равно состригаю почти под ноль. Ладно бы, если бы я его отпускала, как это было раньше. В инстаграме есть фото, фотки с длинными волосами. Ну и там еще я такая на 20 килограмм побольше, скажем так. Такая дама с Амстердама. В общем, полный трэш. Мне не нравилось. У меня волос такой рыжеватый, волнистый. В общем. И тогда я за ним очень сильно ухаживала. Потому что у меня сухой волос. Ломкий. В общем, как солома, если за ним не ухаживать. Там крема, маски, шампуни. Все было там. Я вообще за волосом ухаживаю очень хорошо. Буквально с младенчества. Не знаю, лет 14, наверное. В деревне даже, когда жила. Корень лопуха. Все эти вот заваривала. Крапивой. Ополаскивала волос. Он прям такой скрипучий был. В общем, все эти средства народные. Я все знаю. Что я там еще делала. В общем, что только не делала. Все время шампуни хорошие покупала. Да, да. В 14 лет. Вот. И тут тоже за ним очень ухаживала за волосом. Но сейчас нет смысла. Потому что я его состригаю. То есть растет он у меня. Растет вообще волос мертвый. Он живой, только корни. А там у меня он здоровый. Вот. Так что. Вот так. Это тем, кто переживает за мой волос. Что я его жгу, украшу. Все равно он все это состригается. Это как я, знаете, пришла, когда в парикмахерской стриглась. Она такая у меня девушка моет голову. Но они, знаете, любят впендюривать что-нибудь, какие-нибудь свои средства. Я нет. Я никогда клиенту не навязываю свои средства. Вот. И она мне такая, масочку сделать? Я даже, знаете, такая, зачем? Я говорю, я все это состригу. Зачем мне эта масочка? И она сама такая засмеялась. Но у нее, знаете, наверное, автоматом вылетело. Что нужно же предлагать. В общем, такие дела. Зачем я пакет надеваю? Чтобы не воняло. Потому что я тут мыла посуду. Смотрите, вот видите. Вот такая вот у меня гора посуды. Тут все вычистила со средством. Вот такое у меня средство есть дезинфицирующее. Его не надо даже смывать. В общем, мне нравится. Очень хорошо отмывает. А плиту? Вот это в Меркадоне берут. Тоже вообще суперское. И он, кстати, не только плиту отмывает, но все пятна, все абсолютно. Прям в холодильник. Вот знаете, я тут как... Мой, мой, мой. Я так на холодильник. Все тряпочкой смыла. Буквально за секунды все это отмывает. Завалилось, отошло. Ну, что ты там сидишь, как бедный родственник? Слушает, слушает. Ой, я вам уже тут наговорила. Буду с вами прощаться до завтра. Так что сюрприз ожидает вас. Но в Инстаграме покажусь раньше. Так что подписывайтесь тоже на Инстаграм. Ссылочка внизу, в инфобоксе. По-моему, так это называется. У крутых блогеров. До завтра.